Итак, доброго времени суток, товарищи. Сразу же разберемся на берегу. Я ни разу не снимал ни летсплей, ни обзоры. На это дело у меня язык не подвешен. Но сегодня попробуем поиграть в игру Forge. Почему я решил это сделать? Наверное, из-за недостатка информации в рунете об этой игре, в принципе. Ну, мало каких-либо обзоров или еще чего. Вот. Игра вышла не так давно. Ее можно приобрести в Steam. Стоит она сейчас 400 рублей за 2 копии игры. На этом у них сейчас такая, видимо, акция идет. Вот так. Игра довольно-таки похожа на стандартные MMORPG аренного типа. Ну, к примеру, кто играл в World of Warcraft, сразу же узнаю. Там арены 5х5, BG или еще что-либо. Вот. Ну, какие-то PvP-режимы. Так. Давайте посмотрим, какие здесь есть классы. Классов в игре всего 5. Поверьте, их вам хватит за глаза. Так. Первый класс это у нас Ассасин. Так. Ассасины. Достаточно такие исключительно боевые у нас милишник идет. Посмотрим попозже на его скиллы. Следующий класс у нас идет более нам известный как Хантер. У нас тоже достаточно стандартные скиллы. Следующий класс у нас маг. Здесь у нас вампиромансер. Вот. Дальше будет у нас Шаман и Варден. Воин. Давайте посмотрим на Ассасина. Ну, стандартный набор у него скиллов. Так сказать, это автоатака у нас будет. Это Дота, которая при достижении, по истечении времени, наносит противнику удар, если он не успеет стукнуть самого Ассасина. Тут вот этот вот достаточно интересный спелл, который Ассасин когда использует, он как бы утаскивает в свой мир противника. И после чего противник не может ничего делать. Ну, в принципе, Стелс, Смоглауд. Ну, да, тоже все по стандарту. Так. Хантер. Это у нас тоже будет автоатакой. Ну, это отправляющая стрела и все такое. Это сразу идет по нескольким противникам. То есть, по 80 дамагу. Жрет она также 15 энергий. Это трапа. Ну, ловушка, как хотите назовите ее. Ну, прилично дамага наносит. Бывало, даже просто в толпу ее кидаешь и... Вся толпа получает люлей. Даже бывало, вывозил. Что хочу сразу сказать. Я в этой игре не разбирался. Я ее купил буквально часа два назад. Поиграл в боя два, наверное. Так что... Буду начинать вместе с вами. Так. Ну, это, короче, ослепление врага. Это, кстати, очень интересно спел. Экран становится полностью черный. Очень неудобно для противника. Вот это хорошая ловушка. Она кидается на расстояние. При... При на нее наступании, так сказать, Она откидывает врага на какое-то расстояние. Перамансер. Ну, у него основано все на поджигании. Это своеобразные доты разные. Вот это интересный спел. Он, так сказать, как на джетпаке прыгает. Такой гэй-гэй. Так. Ну, это... Скручивает врага и обезвиживает нанося ему дамаг. Ну, в принципе, ничего такого, чтобы... Чтобы мы не знали. Вот. Шаман. С шаманом уже поинтереснее. Он как дамагер, так он у нас и хилер. Вот у него пару хилок тут. Щиты различные. Ой, ну, вон у нас по стандарту, конечно. Стены всякие различные. Блоки, неблоки, пробивания брони и все тому подобное. Итак. Давайте попробуем поиграть. Помню, все классы испробовать. Изменяюсь то, что нет звука в игре. Не смог настроить. Почему-то. Так, давайте начнем с Ассасина. Так, вот мы появились. Кстати, достаточно хорошие карты. По мере их прорисовки они многоуровневые. Это очень замечательно. Есть где побегать. Есть такие вещи, как вот похиляться можно. Такие бонусы маленькие нам разработчики предоставили. Вот. А вот и наш пассажир. Ну, сучка. Ладно, убежала. Что сказать про сами спелы? Откат у них очень быстрый. Но, есть одно но. У них у всех идет общее ГКД. То есть, я завязал один спелл, сразу второй я не могу завязать. Так как... Общее ГКД. Сейчас попробуем кого-нибудь убить. За Ассасина я, конечно, не очень играю. Но я за него и не играл. Но все же. Что-нибудь попробуем. Все клавиши настраиваются под вас. Сейчас в опциях я ничего не стал настраивать. Состою по дефауту. Вот, кстати. Стену наш воин себе построил. Чтобы его не атаковали. Сейчас попробуем умереть, чтобы попробовать хантера. Да, конечно, если ты попал в мясо, то тебе точно не уйти, если ты не Ассасин. Вот даже кого-то убили. Так. Также за определенные ачивки во время игры вы получаете дополнительный опыт. Вот такая таблица. Сейчас попробуем этот план нагреть и сменим класс. Вот и все. Класс можно сменить очень быстро, даже не дожидаясь своей смерти от другого противника. Нажимаем клавишу K. И мы убираем. Не советую ее нажимать, когда вы будете проводить все полностью клавиатуру. Так. Меняем класс. Берем хантера. О ветках я расскажу чуть попозже. Так мы играем за хантера. Персонажи достаточно красиво прорисованы. Для таких любителей, как, не знаю, Скайрима. Вот посмотрите. Блин, нет, его не повернуть. Ладно, потом умру, покажу. Красивый персонаж достаточно. В таком удержанном стиле прорисован. Если ты попал в толпу, точно не жит. Вот. Получил медаль. Правда, я так и не понял, за что не успел прочитать. За нее также начисляется дополнительный опыт. За Сист. Дополнительный опыт начисляется. За Сист, молодец. Получи награду. И все в том же духе. Вот. Нас тут прижимают уже сзади. Кинули трапу. Он получил люлей. Замедление. Я горю. Я не понимаю, что происходит. Потому что здесь такое действительно мясо. Очень экшеновая игра. Основана на ПВП. Думаю, любителям ПВП игр вообще, в принципе. Которым, ЕММО жанром, любителям ММО жанров, которым надоели тупой кач, там, еще что-то. Охота ПВП. Я думаю, это в самый раз. Тем более, с другом можно очень хорошо пофаниться. Здесь можно делать такие сетапы. Блин, я не знаю даже. Выносить на раз просто. Сейчас попробуем кого-нибудь убить. Или нас попробуют убить. Подойдем к шаману. У нас похилят, я уверен. Шаман нас отхилял. Что ты делаешь, маг? Что ты делаешь? Все, нас прищучили тут же. Понятно. Так, попробуем следующий класс. Первый Мансер. Сразу предупреждаю, я за эти классы не играл. Вот он тащит наш кристалл. Я также в режимах не разобрался. Я вам говорю, что я ее купил вот только недавно. Буквально часа два назад. И также зашел, ничего не понимаю, что здесь происходит. В принципе, только в кнопках разобрался. Вот так. Ну, как я вижу, тут противник тащит наш кристалл. Так, давайте за первым Мансера сыграем. Сейчас я вам покажу, кстати, тот интересный спелл, где он как на джетпаке летает, который мне очень понравился. Так. Вот так, берешь. Сейчас он откатит. Я так понял, им надо регулировать. Посмотрите, здесь можно бегать, походу хочешь. Здесь тебя не ограничивают. В движении, вообще, в принципе, кстати, есть карта такая, городского типа. Там можно и подымал спокойно лазить. И обходишь противников с любой стороны. Это достаточно интересно. Попробуем найти кого-нибудь. Сейчас помоемся. На правую кнопку мыши здесь блок, но я им ни разу не пользовался, так как не доводилось. Здесь есть также быстрый, быстрый бег. С помощью клавиши shift. Он жрет и эману, и нашу энергию. На меня там уже начинает. Кстати, да, если рог остался, то его также можно спылить, нанося удары в ту точку, в которую вы думаете, что он там, вот как, например, это было сейчас. Сейчас пробуем от него уйти. Получилось, получили ачивку, дополнительные медали. Очки. Все, нас слили. Вот, посмотрите, как прорисован охотник. Готический стиль. Шаман-то вообще у нас тут няшка такая, блин, старенький. Блин, короткий, короткий, такой старикан бегает. С синими глазами, и всех отхиливает, восстанавливает ману. Ну, так просто, чистый саппорт. Так, попробуем, пробуем шаману. Ну, здесь у него есть хоть какой-нибудь манобёрнг. Нет, игра действительно хорошая для своего, своеобразного жанра. Как еще так сказать? Все, ману кончилась, быстро бегать не могу. Пойду и найду к ману, а вот он там. Посмотрим, что умеет шаману. Будем хилять и хилять наших союзников. С русским я здесь на сервах еще не встречался. Вот, наносим дамаг. Например, он по 40 дамагу, но... Тут есть такие особенности ветки, сейчас я вам покажу. Вот, даже убили кого-то. Удивительно. Очень полезный аддон тут, стандартный стоит. Показывает нам наши бары, наши спелы, когда они восстанавливаются. Он так, с середины экрана. Возможно, вы заметили. Сейчас покажу. По мере восстановления приближается к экрану наш спел. В общем, понятно, наступил. Настунили, застунили. Похиляю нос. Вот за саппорт сколько опыта получаешь. Так, ну давайте попробуем последний класс и расскажу о ветке. В принципе, это все привычно для людей, играющих в MMORPG, в RPG. Просто немножко экшен. Движок у нас здесь стоит Unreal Engine 3. Так, это мы сейчас собираем за воинов. Вот у нее здесь не мана, а энергия. Которая также при быстром беге уменьшается. Да где же все? Не понимаю. Такие лабиринты. Пойдем по интуиции. Сейчас вам покажу интересный спел, которым может сейвиться вар. Сейчас возьмем. Вертушка. Всех раскидали. Вот, засейвились. Такой кирпич встали. Продолжаем бой. Вот тут шаманы. Все мы испускали. Себя бафнули, все пошли в бой. Засейвились. Кстати, автоатака также занимает у нас ГКД, так что здесь нужно думать, когда какой спел применить. Вот, кстати, меня Рога утащил к себе в мир, где я ничего не мог делать, кроме как бить самого ассасина. Итак, пойдемте посмотрим на ветки. Вот смотрите. Здесь у нас скачается не аккаунт, а сам персонаж. Вот как ты играешь за персонажей, по-моему, сколько ты за него играешь, сколько тебе будет на убой начисляться опыта и, соответственно, тебе в сам аккаунт твой. Вот, к примеру, вот я здесь уже взял один левел, мне дали один армопоинт. То есть, я зарабатываю за бой определенное количество опыта за свой класс. Он мне сюда начисляется. Здесь вот эта кнопочка загорается, байлевел. То есть, я за эти поинты покупаю себе левел. Вот. Итак, здесь также с ассасином. Ну, и тут везде по армопоинту. Левелов в игре всего 99. Укачаетесь, закачаетесь. Так. Статы. То есть, допустим, если мы хотим... Взяли мы левел. Хотим вкачать себе, допустим, магию. Да? Чтобы нам ее вкачать, физический урон. Мы должны от чего-то отнять, чтобы что-то вкачать. В этом суть билдов. Их очень много, этих разных билдов. Очень большое количество. Чтобы создать целого идеального персонажа, на ваше мнение. Вот так. С вот этой вещью я еще не разобрался. А, видать, это будем где-то в будущем. Тут вот идет у нас увеличение спеллов. Их характеристик. Достаточно интересно получилось, игра. Еще раз говорю, для своего жанра. Вот так. Ну что, всем спасибо за внимание. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok